Ровно 8 лет назад я зарегистрировал канал и назвал его Triple Vibe. Сегодня на канале 1038 роликов, 37 миллионов просмотров и почти 100 тысяч подписчиков. Просели немного, но об этом позже тоже скажу. Думал ли я, что канал столько проживет? Нет, конечно. Хотел ли я создать столь крупный портал изначально? Да, тоже не особо. Субтитры сделал DimaTorzok Ну и чего там? Давайте я попробую вспомнить и рассказать, как так вышло, что я столько лет делаю контент по игре, которую хоронят каждый год по три раза. На самом деле я хорошо помню, как сформировалась идея создать канал, а вот что и предшествовало, не особо. Я просто играл с друзьями в Destiny уже с релиза. И за год мы накопили какой-никакой багаж опыта и знаний об игре. Совсем скоро там должен был состояться релиз крупного дополнения The Taking King, и я подумал, что было бы неплохо создать канал с обзорами оружия, квестов и прочих деталей, чтобы новые игроки, которые наверняка придут в игру с DLC, не потерялись и понимали, как тут что устроено. Ровно за месяц до выхода дополнения про Орикса канал был зарегистрирован, а уже на следующий день я залил на него первое видео, которое вы, конечно же, хорошо знаете по фразе... Что ты прячешь? Голохорн! Да, друзья, это случилось! Банжи решили раздать голохорны! На тот момент я вообще не особо залипал на YouTube, а блогеры, которых я смотрел, никогда не рождали во мне мысль из разряда «блин, хочу так же играть в игры и зарабатывать». Я не знал никаких монтажных программ для видео, ничего сложнее презентации для универа я тогда не делал, и потому ориентироваться пришлось как-то наугад. Наугад я и рисовал логотип, стилизуя заглавные буквы канала под эмблему «Одержимого короля», собирал заставку для роликов, да, на YouTube 15-го года было принято вставлять заставки, и лепил супер стильные обложки. Вот такие и такие. Опыта работы с голосом у меня тоже не было, я занимался вокалом раньше, но это не сильно помогало в зачитке текста, и потому первые годы я еще часто слышал критику к монотонности моей речи или интонации. На русском языке актуальных качественных YouTube-каналов по игре тоже тогда не было, разве что вселенная Destiny, но он по странному стечению обстоятельств прекратил выпускать видосы ровно тогда, когда начали мы. Мы буквально его последнее видео о Зуре с Галахорном, и наше первое видео тоже о Зуре с Галахорном. Тогда это рождало много теорий о том, что это не просто совпадение, но нет, это просто сама собой случившаяся передача эстафеты такая, как бы не хотелось верить ребятам в шапочках из фольги. Чтобы наработать какую-то первую аудиторию, мы делали иногда и по два ролика в день, заливали контент количеством, как хватало сил. Работы тогда у меня не было основной, так что время на это было. Ну и в целом, не помню как скоро набрали первую тысячу, но вот видос о трех тысяч подписчиков вышел на канале спустя пять месяцев. Эх, старый YouTube, когда рост числа подписчиков зависел от того, как часто ты делаешь контент. Как же было просто. И вот я тут в ходе рассказа говорю, что мы заливали видосы, мы учились записывать, а кто мы-то? Я один здесь. Ну, так было на самом деле не всегда. Привет всем Браун Гарденам, с вами Эксигас из Трипл Вайп. Привет всем Браун Гарденам, с вами Спиногрыз из команды Трипл Вайп. Дело в том, что как только идея канала возникла, я предложил ее своим друзьям и Сакланам. Вместе все же начинать не так страшно. Ну и олдфаги помнят Эксигаса, с которым мы начинали. Он первым отозвался, и с ним мы начали думать над запуском канала. Привет всем. Это уже пятый дубль, который мы записываем. Ничего лучше я не придумал, поэтому все будет так. Врываясь с ноги. Да. Привет, Артур. Привет, привет. В общем-то, ребят, уверен, что кто понял, тот поймет, как говорится. В общем, да, в честь события мы решили созвониться с Артуром, обменяться какими-то воспоминаниями о том, как начинался канал, потому что я не все уже помню и уверен, что Артур сможет какие-то пробелы восполнить. А может и нет. Может мы просто порофлим, и это тоже будет интересно послушать. Ну, событие-то какое? Где мы были 8 лет? Буквально так, да. Вот часто спрашивали про то, почему канал так называется, и я свои версии много раз озвучивал. Давай теперь твою. Ты что-то помнишь, почему Triple Vibe? Я не слышал, как ты озвучивал свои версии, но Triple Vibe, по-моему, мы решили назвать, потому что нас было, собственно, трое, и мы постоянно вайпались. И, то есть, три человека... Ну, насчет вайпов ничего не изменилось. Да, Fireteam из трех человек, которые постоянно вайпаются, отсюда и пошло название, то есть, мы просто сложили 2 плюс 2, и все. 2 плюс 2, и получилось 3. Да. И еще я помню, что когда канал только начинали, я не знаю, откуда у меня эта фиксация случилась, но я такой, ну, наберем тысячи две подписчиков, и все. И дальше, как бы, ну, куда? Как будто бы какие-то фиксированные, какая-то планка сразу стояла, я не знаю, почему, опять же. У тебя какие-то ожидания от канала были другие, не помнишь какие-то? Ну, мы не особо угорали тогда за YouTube, по крайней мере, как мне помнится. Мы смотрели там что-то по рофлу. Да, у меня не было... Но так, чтобы хотели стать блогерами, не было такого. У меня не было, по-моему, никаких ожиданий от канала, единственное, что мы хотели сделать, насколько опять я же помню, это просто объяснить русским игрокам, что делать в этой игре. Весь контент был только на английском, большинство не знают английского, и поэтому было очень тяжело, но плюс сама игра была на английском. И, собственно, было объяснение. Но единственное, что я помню, что, как мы с тобой отмечали, по-моему, это было первые 100 подписок. Когда мы в баре сидели? Да, мы сидели в баре или блогеры и отмечали 100 подписок. Это я помню. Да-да-да, я это помню. Дальше никаких майлстоунов я не ставил. Просто делали... Да дальше уже по накатанной, да. По-моему, я вот тут тоже раньше в ролике упоминал, что первые дни мы, чтобы набрать какой-то вот этот разгон канала, и по два ролика в день заливали, долбили как могли. Работы не было, было такое время, могли себе позволить. Вот, ну и, в общем-то, да, как мы обсудили, что канал назывался Triple Vibe. У нас было трое, но у нас третий чел сразу ливнул, потому что мы как-то слишком, как будто бы на серьёзных щах ворвались, там, начали, тут же создали чат рабочий, там, типа, я полез клепать, там, логотип, группа ВКонтакте, что-то начали делать. Видосы залили, и он сказал, что у него не хватит на это времени, и мы остались, в общем, как-то вдвоём на долгое время. Ну и, кстати, это было более интересно, когда, как он ушёл, то есть, так как мы открывали втроём, мы решили, что мы делаем по одному видео в день. Ты записал первый ролик в первый день, я записал второй ролик во второй день, какой у меня там ролик был, мой первый, я не помню. И когда очередь дошла до него, он сказал, не, ребят, я пас. И на этом Triple Vibe превратился в Double Vibe. Вовремя, вовремя, да. Да, но Double Vibe, в общем, не очень звучало, и как-то спустя несколько месяцев у нас же всё же третий, там, появился, нашли мы Варлока, там, или кого-то. Я не помню ник, честно говоря. Я не помню его ника, господа, но я точно помню, что он точно не был Варлоком, он был Хантером, и вы оба не правы. Привет всем Граунд Гардианам, с вами Спиногрыз. Спиногрыз. С командой Triple Vibe наступила среда, а значит, самое время. Отправиться к Гансмитту. Я сразу хочу поправить, когда он к нам пришёл, он был Спиногрыблз. Ну, это особенности написания ника, поэтому, я не знаю, даже как добавить. Это было давно, и я уже не помню. Кириллица не поддерживалась тогда. Ну, кстати, ничего не изменилось. Она, да, с точки зрения ников, она и сейчас не поддерживается, вот. Вот, я сразу скажу, что это первый дубль, в котором я вступаю, поэтому он ещё более неловкий, чем у Артура Пятой. Вот, но спасибо большое, Иван, что пригласил нас всех собраться. Очень приятно на восьмилетие канала. Единственный момент, я не помню, не свой первый видос. Я его не смог найти тоже, я так не вычислил, какой именно твой видос первый. Ты просто как-то внезапно появился у нас на стримах, ну, как Соклан сначала, и потом уже, ну, вот, допустим, видос к пяти тысячам подписчиков ты записывал. И я думаю, ну, это значит где-то там в районе трёх тысяч, наверное, ты появился где-то у нас. Мне кажется, может, даже пораньше, то есть, ну, честно говоря, я помню, что канал выстрелил в момент, когда вышло первое ежегодное дополнение. То есть, примерно тогда я и начал клепать уже видосы, то есть мы уже играли какое-то время вместе. И я забрасывал игру на дополнение про Луну, я уже не помню, как он называется. Dark Below. Да, на Dark Below и где-то на House of Wolves я вообще какое-то время не играл, и потом вот снова начал залетать. Ну и что-то мне сказали, давай, молодой, надо... Нам нужен третий. Мы видим, ты талантливый, рабочий, деятельный. Пойдём клепать контент. Ты, кстати, Гоша, сразу с Бравых Гардианов влетел. А почему Бравые Гардианы? Кто-то вообще помнит? Нет, откуда это... То есть у нас была кринж-заставка, но для того, чтобы человек посмотрел видос на нашем канале, ему мало было преодолеть кринж-заставку, ему нужно было ещё послушать. Привет всем Бравым Гардианам, с вами Экси Гостин и Горис Летоний Ленин. Вы так и говорили. Вы так уже говорили, я просто перенял... Мы как-то это принчтормили, или откуда это произошло? Я вообще не знаю, типа, как будто бы... Как будто бы нельзя было просто включить видос и начать говорить по фактам. Надо было вот это вот... Кстати, сейчас я вспомнил, что там же потом начали проходить, когда канал начал расти, уже какие-то от Ютьюба именно рекомендации по какой-то, типа, лекции, по тому, как вести канал, развиваться и так далее и тому подобное. Нет, ну мы игнорировали, но мы, тем не менее, его смотрели. Там, по-моему, даже какие-то, я не знаю, люди, которые... Ну это, кстати, про весь канал, Трипл Вайк, можно так сказать. Игнорировали, но смотрели. Да-да-да. Я просто помню, что это только какие-то... Да, вот менеджер, который в итоге просматривал наш контент и дал комментарий, типа, чуваки, у вас очень длинная заставка. Лица еще добавить надо, нам говорили. Да, статистику предоставили нам о том, что, типа, ваша заставка слишком длинная. Я помню, что мы поэтому начали как-то сокращать это дело, делать заставку медленнее и говорить быстрее, особенно на какие-то короткие видосы, с учетом того, что Гансмита липал я, в основном... Мы об этом поговорим. Как раз я... Да. Как раз. Там я вообще начинал из-за разряда, то есть, возможно, там вот не было заставки, я вот уже не помню, потому что там я уже сразу бежал к Гансмиту. Там важнее скорость была. И рассказывал про то, что... Да, потому что это видео, которое по факту люди смотрят не для того, чтобы узнать какую-то там историю или как проходить квест, а для просто посмотреть ассортименты, какие-то рекомендации от нас. Я сейчас подумал, когда вы вот про Аксура или про Гансмита там говорили, что в текущих реалиях Гошу можно было заменить искусственным интеллектом. Большое спасибо, Артур, но когда мы начали делать стримы, искусственным интеллектом можно было заменить тебя, потому что мои шутки были самыми лучшими. Твой рэп был лучшим. Панчи пошли, какие-то панчи пошли. Ой, вот это я уже плохо помню. Я не помню, я кринж-моменты стараюсь забывать, но, видимо, было смешно, потому что народу нравилось, и все вспоминали про рэп. С Голденганом забегаю в толпу пацанов, никого не убиваю, йоу, это Бодров. Бодров. Его просто завалило. Приятные воспоминания, ностальгия. Давно это было. Я еще, когда готовился к видосу, пересматривал всякие наши стримы, и там ты очень всех веселил, нас в том числе тем, как засовывал микрофон куда-то глубоко себе куда-то, и пародировал рацию. Просто супер. Парата рация. Супер шокально. Слушай, я не стыжусь от этой темы, мне кажется, было весело, и всем было весело, и стрим в первую очередь это развлекательный контент, и нам было весело. Да, и в чате было весело, поэтому... Извините. Как еще громче пацанов? Что ты делаешь? Это, знаешь, Григорий Патта какая-то из фильмов ужас. Гоша, Гоша просто. Земля, воздух. Вижу цель подтвердить. Нет, у этого, у Гоши. Пятый, тут, это, собака зашла, что делать? Собачку разберемся, все правильно. Это все наши начали, все будет на прием. Все я делал правильно, я засовывал микрофон себе в рот, подчеркнул. Начинающие ютуберы, в принципе, это умеют. Да, ну как бы, если ты хочешь набрать подписчиков, надо делать что-то такое, либо сейчас в ТикТоке прикидываются NPC. А из кем все угры? Ну, блин, от меня сейчас отписываются люди, вот я думаю, уже сферу тут занимать. Что ты хочешь сделать таким? Поэтому, собственно, ты нас пригласил, чтобы мы дали пару кредитных советов. Консультация, консультация нужна. Потому, да, консультация. Еще я наткнулся на видос про девишку, который Гоша делал. Мы вообще как-то... Первое время, как будто мы смелее пробовали другие игры. У нас там, я помню, мы стримили этот, Battlefront, еще какие-то игры. Не помните, мы вообще обсуждали, чтобы не только по Destiny делать регулярные видосы. Я помню. Ну, может, представь, Артур, если что-то сказать, это он давно не говорил. Нет, я тоже помню, да. На самом деле, мне кажется, мы хотели, потому что мы, ну, в Destiny, особенно в первой, было не очень много контента, которого можно было играть на протяжении долгого количества времени. И были большие переносы выхода, дополнения сезонов. Ну, сезонов тогда еще не было. Насколько я помню, мы решили пробовать другие игры, потому что мы в них играли. Но, по-моему, это вся идея загнулась на том, что мы попробовали, и аудитория наша это не поняла, ну, насколько мы это смогли интерпретировать, потому что на стримы, по-моему, приходилось сильно меньше людей, на видосы реакция была меньше. Но идея, по-моему, такая была. Мы хотели, нам было интересно это делать, потому что мы не ограничивались только Destiny. Да, играли мы тогда много, вот Лу-4 играли много тогда. Ну, слушайте, я бы раз за что добавил, что был какой-то запал на Division. Ну, Лутер-шутер, потому что... Мне кажется, вот я... Убийца Destiny. Какая игра, на удивление, чуть-чуть возвращает вайбы, то и Destiny, помимо Дуэскани. А ну-ка. Это режим DMZ в игре Call of Duty Modern Warfare. Потому что там действительно есть прогресс, миссии и контент, то есть там новые карты выпускаются, какие-то враги и... Оперативники-котики. Ну, отчасти... Никки Минаж. Оперативники-котики, оперативники-крысы. Нет, подождите. И там действительно есть... Я вернулся в Warzone по одной причине. В этом сезоне в ней появился оперативник Артур. Ну, ладно, это не суть. В общем, я к тому, что просто... Ну, потому что мы ещё играем там компании Тимур, там Женя, Тихон. Опять же таки, всем это... Ну, короче, похожие вайбы. Ну, это потому что мы в Destiny 2, ник. Ну, они похожие вайбы, судя по тому, что ты озвучил, они похожие вайбы именно из-за того, с кем ты играешь. И типа, да, что компания вот это всё же... Потому что ты играешь в компании, потому что там есть чем заниматься, там есть мобы, там есть PvP, то есть даже в рамках одной DMZ там ты берёшь контракт на PvP, они присравнивают это с Тарковым, но я не сравнивал с этим. Кстати, раз ты сказал сейчас про Тарков, про этот жанр, про марафон, что думаете? Ждёте, не ждёте? Я очень жду. То есть я жду любую игру от Bungie. Я жду геймплея. Я жду геймплея. Ну, геймплея, да, ждём. Ждём выделенных серверов. Ещё очень. Ну, так как делает Bungie, я не помню, что Bungie когда-нибудь делал говно, какие крутия. Вот, поэтому, конечно, ждём. Я жду любую игру от Bungie, потому что, ну, и, во-первых, марафон, потому что мне очень нравится Escape from Tarkov, до того момента, как его... Ну, сильно испортили там за последний год. Как его создали. Вот, мне очень нравится DMZ, если я играю не с компанией, там, Гоша и Ко. Гоши. Да. Вот, и поэтому я могу идти в марафон, после того, как Гоша посмотрит геймплей и не будет в него играть. Сука, ты чё, понял? Хе-хе-хе-хе. Да нет, я марафон... Не, ну, уходит марафон, создаём канал, есть идея. Да. Там Fireteam и с трёх... 8 лет спустя. Там из трёх человек же Fireteam, по-моему, да, говорили. Тогда я создал канал по марафону. Да, по-моему, да. Ну, там, типа, ты соло, или в Fireteam и так же. В DMZ тоже из трёх человек. Да, я понимаю. Ну, там просто наши три надо нажимать. Гоша, мы тебя услышали. Пожалуйста, мы скачаем. Да, да, да. Мы играем. Главное, чтобы варлок для Гоши был в марафоне и всё. Блин, сука, какой варлок, блядь. Всё, мы заканчиваем это видео. Меня заскамили. Опять это ваше уральское... Ладно, всё. Ваня, удачи тебе резать звук. Удачи. Удачи мне резать. Ещё я себе пометочку поставил про наши сутки на Ориксе. У меня есть даже фотка, где я сфоткался на фоне, наверное, шести двухлитровых пустых бутылок из-под Mountain Dew. Жесть. Которые были выжраты за этот Day One или не Day One. Я не уверен, мы тогда не закрывали, типа, Day One. И так, по крайней мере, не было вот этого напора на то, что по-любому надо закрыть Day One. Иначе чуваки на эмблеме не увидят, засмеют. Ну и вообще, на самом деле, мы спешили тогда для гайдов, чтобы сделать поскорее гайды. Но просидели мы на Ориксе. Я сначала что-то думал, что как будто бы Гоша с нами не было на Day One. Но вот когда ещё видос готовили, созвонились заранее. Он напомнил, что был. Вспомнил, как там у нас. Гош, продолжишь? Слушай, я могу сказать, что у меня тоже есть фото. После того, как мы закрыли, я там просто в состоянии... Я споткался там с плюшевым розовым бегемотом. И у меня было состояние там просто, ну, последний человек. И да, про что говорит Ваня. Он рассказывает про... Что у нас был замечательный тиммейт, соклановец Паша Беляев. И, соответственно, в один момент он настолько сильно устал, потому что уже двузначное число часов мы провели на финальном боссе. И Паша просто уснул. Причём он уснул так, что он начал храпеть микрофон. Мы поняли, что он уснул только благодаря тому, что нам нужно было собираться всем в центре. Мы побежали все в центр, а Паша... А он встал от стоялки. И перестал отвечать. Причём там, я помню, что была шутка сначала. Да он уснул, а потом он реально захрапел. Да он уснул, да он уснул. По-моему, мы пытались его пихать милишками, чтобы заберел геймпад. Да, да, да. Так я не помню, он, возможно, проснулся и потом уже вырубил. Но это я уже... По-моему, да, что-то такое было, что он такой, типа, не... Но это было легендарно. И это точно... Именно поэтому, как бы, никто никогда не забудет Destiny. Потому что больше такого точно нигде не... происходило именно, это ещё нас двигало. Если говорить про тот ран Орикса, у меня всегда вспоминается ещё одна очень забавная история, как наши друзья из другой команды прошли его, и мы одного из их тиммейтов позвали к нам тогда ещё в тусовку помочь и объяснить, что мы делаем не так. И он залетает к нам в пати, залетает на Орикса, и такой, так, ну сейчас мы проведём элементарный гирчек. Да-да-да, это мило. И говорит, ой, ребят, да у вас тут овергин. Это значит, вы что-то делаете не так. С гиром-то у вас всё в порядке. Блин, я совсем это забыл. У нас фатул, у нас же фатул, это был как отдельный гирчек. Ну просто... Мы каждый матч в ПВП проводили элементарный гирчек. Элементарный гирчек. Лена, там было очень спештое ещё с учётом того, что мы все были уставшие. И нам это не помогло абсолютно. Ну что-то делаете не так. Нас просто зашли, пояснили нам за шмот, и мы такие... Да-да-да. Делаем то, что делали предыдущие 7 часов. Да, насчёт рейдов, это, мне кажется, как раз та вещь, которая там, сколько бы ни обсуждали состояние Destiny, сколько её раз там хоронили и так далее. Но особенно вот сейчас на YouTube, там, среди авторов контента такая мощная волна вот этого недовольства. Пытаются это донести до разработчиков и, собственно, до своей аудитории. Много появляется ещё видосов от тех, кто, ну, не специализируется на Destiny, как в контент-криатор, но провёл в ней достаточно времени, там, при этом всё равно там, оставаясь крупным стримером уже там в других играх. И они снова включаются в это обсуждение, в эту дискуссию. И все там могут говорить о том, что им надоело формить один и тот же лут, что его там переиздают, что, в общем, все вот эти проблемы ключевые. Но обязательно всегда упоминают рейды как абсолютно уникальный опыт, который они не видели ни в одной другой игре, которую бы они там не стремили, не любили и так далее. Поэтому, мне кажется, так у всех игроков, кто провёл в Destiny, там, определённое количество времени, и у них есть опыт хождения в рейды с друзьями, вот это то, что ты первым делом вспоминаешь, если тебя там просят рассказать что-то такое ностальгическое о Destiny. Я ещё вспоминаю наш всё же первый закрытый Day One, когда мы пошли в Rise of Iron на Rise of the Machine, на Axis. И мы долетели до Last'а за 2 часа, и ещё также 7 часов Last сидели. Я помню, что я в финальной дэмэдж-фазе уже сидел полностью одетым, потому что мне надо было на работу ехать, и по местному времени тогда у меня уже 7 метра было. Я такой, ну, мы закрыли рейд, я выключил консоль, и всё, на автобус, на работу. Думаешь, не спал с прошлого вечера. Мы уложились, получается, с руки. Да, ну, нервишки у нас тогда были прямо на пределе в какой-то момент, о чём документально есть подтвердение на канале. Можем, кстати, сейчас посмотреть фрагменты. Я нарезал несколько видосов там, ну, не только конкретно с этого, каких-то моментов, какие успел, перелопачивать весь канал было... Поэтому что есть, то есть. Давайте посмотрим. Там были как раз просто моменты сексиса, поэтому я вспомнил. А давайте поностальгируем. А давайте посмотрим. Что-то золото какая там. А, пацаны, нашёл! А, лон, 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 лон. Я её сломал. Я сломал вот тут хуйню. А чё вы любите себя, блядь? Когда мы разбирались, я так понимал. Да, это ещё, на первом боссе. Это первый раз в сейв-рум Илья нашёл. Я там визью просто. Тихон, давай только без твоих, пожалуйста, этих замашек. Вот этот клип, в нём всё. Уровень юмора наш на тот момент. Нетоксичное общение сейчас будет продемонстрировано. Я просто уже слышал, а я уже, ну, сори, три, два. Артур такой, будешь ли, пожалуйста, без твоих вот этих? Искренняя радость от обладания лутом. Тут просто не самое сильное. Дешёвых понтов. Давай. А зачем тебе эти два шарда? Понятно. Нет, это Артура, когда он говорит. Понятно. Давай, ты ещё прокалываешься. Ага, там Тихон просто сделал купол. Там Тихон купол поставил перед Ориксом, да, когда Тихон на свой стенд. Ну, понятно. Не на два шарда? Да, да. Для текущих зрителей, которые, скажем так, не были 8 лет назад, Тихон это был человек, которого, когда... Точнее, он есть, он так продолжает шутить, что когда ты ему говоришь, там реально все на взводе, и ты ему говоришь, пожалуйста, сейчас. Не шути, не делай, ты куриниешь. А он говорит, всё, хорошо. И ставит купол перед фазой дэмоджа так, чтобы никто не мог пить. Это ещё, поди, наше первое закрытие. Да, это одно из первых, да. Да, это, мне кажется, одно из наших первых закрытий. И, то есть, мы потеем, там сидим, стараемся. Да, да, да. И он херачит купол. Просто на дамаг. Итак, херачит купол. Зачем вам эти два шарда? Херачит купол. Думаю, что я спроси, я ей рассказал сегодня о чём. Зачем? Юмор на высоте. Два шлема и тело. У меня шлема не падают, и всё. У меня шлем на 310, с него упали перчатки. Шлем на 319, блядь, ребята. Всё пиздец. Всё пиздец. Всё пиздец. Блядь, сука, это какой-то 310. Это уже новое, да? Ну, новое и после, я имею в виду. Утаны, а чё так красивые пизда-то кто-нибудь не расскажет? Блин, я вот удивляюсь, но вот эта эмоциональность игр, я не знаю, там, в Destiny, в чём угодно, мне уже, типа, я такой, ну, прикольно. Нормально. И посидишь такой с камнем. Ну, на самом деле... Хорошая, ну, в компании просто сидим, ещё друг друга поначиваем, и, соответственно, играем, там ещё этот стрим же был, потому что первое прохождение. Да-да-да. И вырывается вот какой-то почему-то красивый пизда. Нет, на самом деле сейчас в Destiny местами бывает тоже очень красиво, выходишь в какую-нибудь локацию и разъёб. Но, типа, да, просто нет той компании и того вайба, когда ты проходишь уже этот рейд, ну, типа, в компании людей, с которыми ты там очень долго общаешься, играешь, и вот это всё, и вы, как же, полуслова друг друга понимаете. Комьюнити, они тоже. Короче говоря, если ты с людьми водку пил, то с ними рейдинг... Мы тогда не пили водку. Это всё красиво и пизда-то. Возможно, тогда уже пили, потому что мы уже тогда... Это уже после московской сходки было? Возможно, это уже после Симута, она уже через год, по-моему, после... А, ну, да-да-да, уже, да-да-да. После Оликса. Если ты с людьми уже водку попил, то это уже другой разговор, понимаете? Фонд золотых цитат. Да, лестница пропала. Блин, как она там пропасть? Вот эти вот рандомные отскоки, типа, что-то подвинули, что-то пропало. Ещё потом этому значение надо придать. А что если? Лестница не просто так пропала. Это секретный квест. Ну, потому что ещё никто не знает, и начинается. Ой, а там сейчас про лестница пропала же Илья, сказал, да? Да. Я вспомнил, очень мне нравилось с Ильёй играть, мне очень нравились его калауты, когда ты спрашиваешь, на ком есть баф? И Илья говорит, на мне нет. Очень важную информацию он давал. Лестница пропала, бафа нет. Я помню, как-то бесился и говорил постоянно, так, все сейчас, мы уже заебались, говорите только чётко, что значит... То есть вопрос задаю, вот кому задаю вопрос, кто это отвечает. Я старался собрать всех, чтобы это было эффективно. Я очень много ругался. Не токсично, а эффективно. Да, я очень много ругался, токсичил, матерился, но никто не обижался, по-моему, никогда. Всё было нормально. Да. Сейчас центр будет, сейчас центр будет. Дамажим, дамажим. О, легенда. Понеслась, блядь, сдохни, мудила ебаная. Давай, дамажим, дамажим, дамажим. И в головой на последний, сука, сдохни, по-братски. Нахуй, дамы, 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 дамы. Гоша, ты разбудил кого-нибудь? Лёд, а почему у тебя подводчик только с нами, я такими проблемами? Ну я не знаю, почему вы так контент в лайве генерил. Если, по-моему, это было около 7 утра, то есть теоретически можно было заорать, то у тебя это было 5 утра, и сдохни по-братски. Видимо, дома никого не было тогда, да. На day one всех выгоняем из дома. Да. Блядь, 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 блядь. Блядь, блядь, блядь. Блядь, а там еще, что про арру, блядь. Меня бесит, я ваш... Пи***цы, пацаны, у вас какие-то проблемы, я ебала взрослый. Почему надо на пошли, не трое, обязательно сделать какую-то хуйню, чтобы мы шелкоррали. Вы можете меня ответить? Там истерика у меня. У нас было уже по-быточке, и ты, блядь, когда вы... Мне кажется, там у всех истерика. Нет, стой, я тоже могу объяснить свое поведение, господа. Просто дело в том, что у меня накопилось, но я уже не мог, я понимал, что если я сейчас дам какой-то раздор в команду, мы точно не пройдем. И я принял решение, что сначала мы добиваем, то я высказываю, что да. Но статистически верно. Да, меньше зол, потому что, ну, просто я уже не мог. Мы тут контент... Мы тут контент, я не утянул. О, пиво. Артур, какие вы знаете инсайды про треповой? Инсайды про треповой. Боша нихуя не делает? Чего? Ваня всех снимает на эти, на перебивки? Артур пьет. Артур пьет. В целом ничего не изменилось. То есть, по сути, он начинает, по сути, работает они, Ваня. Мы с радостью вам Никитой сидим. Да. Да. Он сейчас работает. Спасибо ему за Baldur's Gate. Да, спасибо Никите за Baldur's Gate. А я, правда, её ещё не купил, но обязательно это сделаю. Неплохо. Неплохо. Дальше возвращаемся к темам. Мы тут как-то вскользь уже касались, опять же, много из того, что у меня выписано. Если стараться как-то ответить понятно и однозначно, что нравилось делать для канала, а что ненавидели. Я помню, что, опять же, как мы обсудили сейчас, Гоша ненавидел Гансмита делать. Хотя я нашёл, когда я листал канал, я нашёл неделю, ну, вернее, получается, три недели, когда у нас на канале не выходило никаких видео, и там просто подряд три Гансмита. Забили на все видосы, кроме Гансмита. Там просто, на самом деле, больше ничего не было. Там вообще не было контента. Я помню, что как раз поэтому был только Гансмит. А... Но ты ненавидел Гансмита делать. Что-то ещё можно так вспомнить? Я вообще ненавидел все, вот, допустим, регулярные какие-то рубрики. Что Зура, что Гансмита. Потом ещё мы делали какие-то, типа, лучшие роллы у вендоров, когда они приносили. Мне вот не нравилось именно, что надо вот в это время зайти обязательно, записать, выложить. Типа, как будто бы вот этого потока не особо чувствовалось. Ну, это текучка, да, да. Но это никому не нравится на любой работе. Я соглашусь. Мне очень нравится твой первый Зур. Что? Мой первый Зур? Это в первом видео с моего канала. Голохорн! Это легендарно. Ну, без него бы ничего не было. Да, я согласен. Если бы его сделали хорошо, было бы плохо. Мне на самом деле не нравилось, вот я сейчас попытался вспомнить, наверное, делать. Но это было нерегулярно, поэтому не то, чтобы постоянно не нравилось, но именно в производстве мне не нравились гайды, где нужно показать, куда надо бежать, чтобы открыть там какие-нибудь коллективлы. Потому что ты должен найти оптимальный маршрут, выучить его, пробежать его чётко, чтобы потом это всё было единым каким-то куском, который ты будешь ускорять. Чтобы было понятно. И то есть, да, и вот это вот очень муторная и монотонная такая вещь была для того, чтобы её делать. Ещё и мы записывали тогда всё через этот шеер на PS4. Надо было увидеть, что у тебя всё нормально записалось, сохранилось. Ещё не дай бог ты этот коллективл заберёшь, а потом на видео надо показать, где он был. Типа пустое место, считай, ещё дрочь. Хорошо, что сейчас ничего такого не приходится собирать. Хорошо, да, Гош? Да. Ну, в смысле, мне это не вызывает какие-то проблемы с частью канала. Я, наверное, только текучку могу вспомнить, а так, в принципе, раздражало, когда вымаливали видосы. Вот. Ну, как бы это тоже особенность. В смысле, когда не было контента? Да, когда надо было что-то придумывать, и уже такие, надо что-то сделать, и начинать думать. Да, и ты, то есть есть какая-то там тема, которая не особо кому-то нужна, и вот делать по ней впадлу, но надо уже сделать просто потому, что больше ничего делать. Ну, это из неприятных мы вспомнили. А хорошего мы не помним, ничего. Типа ничего не нравилось. Вопрос же был про неприятность. Да, совершенно неприятный. Из хорошего, на самом деле... Нет, типа что нравилось, что не нравилось. Из того, что мне нравилось, мне очень нравилось, когда мы начали помогать зрителям... Блин, я забыл название винтовки. На Black Spindle. Мы проходили миссию на Black Spindle, на миссию проходили, и это было прикольно. То есть мы с Ваней, по-моему, тогда как раз вдвоём были, третьего цепляли, и мы очень много пробежали, и очень много зрителей протащили по этой миссии и помогли. Это было приятно. Я помню, там какой-то чел к нам зацепился, и он рассказывал про то, как он ходит, где-то он в Финляндии, по-моему, жил, и он ходит на зимнюю рыбалку, что-то такое рассказывал, и это нам так понравилось, что это вот настоящее такое живое общение с аудиторией. Ну да, это был прямой коннект с зрителями прямо и с большим количеством подряд друг за другом, потому что там миссия проходила минут 10, и каждые 10 минут с новым человеком, который с тобой в живую голосом общается. Но при том, а Гоша у нас... Ты часто стримил? Почему-то я, когда сейчас смотрел, как будто бы стримил... Ну, там типа вот записи стримов, которые я смотрел, они все типа либо я, либо Артур. Ты помнишь, почему так было? У тебя не было технические возможности или что? Нет, я стримил, у меня... У меня долго не было карты захвата. Так мы же с плойки стримили очень долгое время. С плойки... Мне надо было еще там камерой устанавливать себе гринскрин. Это же, по-моему, Гоша был без камеры. Нет, у меня камера была, и потом она... Я имею в виду, ты стримил обычно без камер. Да нет, я с камерой потом стримил. Нет. Не помню, просто какие-то были аспекты. Почему я не так часто стримил, я уже не вспомнил. Возможно, просто я помню, что мне надо было включить весь свет, направить на себе лампу, очень жарко было. Ну, хотя бы у вас тоже это было. Не помню. Вы натягивали хромакей? Да. Нет, я тоже себе, помню, вешалку из Икеи купил. Да, да. Какой-то шторм для ванной комнаты, потому что зеленое купил, гринскрин натягивал, и у меня там шилы какие-то были, но что-то я стримил. Не очень помню, почему не я. Возможно, просто потому, что качество картинки, может, это было у вас получше. Но ты либо хорошо делал, либо никак. Ну, факт, факт. Ещё можешь сразу, раз ты тут рядом, вспомнить, как ты писал вообще дорожку звуковую. Ты почему-то делал это как-то нестандартно, как так сказать. Я мог распечатать себе текст и зачитывать. Да, зачем ты печатал его на бумажке? Я помню, просто мы что-то обсуждали, ты такой, да, я сейчас, ну, там, типа, условно, Гоша, там, успеешь записать дорожку? И Гоша такой, да, я уже распечатал. Мы такие, что? Что ты сделал? Нет, дело в том, что я помню, что когда я писался, у меня очень большой был урок, и даже после обработки, ну, микрофон тогда был не самый лучший, при том, что, по-моему, лучше звук выдавали earpods проводные. И они на них писали. Да, и при этом они, типа, и при этом, на самом деле, ну, микрофон у них до сих пор нормальный. Ну, то есть, если так посмотреть. Я просто помню, что я записывался в диване. Я не знаю, как это объяснить, я подходил... Ну, типа, в подушку. Да, я вставал, да, я вставал на коленке перед диваном. У меня, у меня, как бы, передо мной были подушки. Я ставил подушки боковые, как бы, справа-слева. И записывался там, потому что тогда у меня было намного меньше эфа, чем если бы я записывался за столом. А ещё за столом, когда я записывался, это был родитель, где я жил, и там такой стол был старый, что неважно, я там как-то на него облокочусь, ещё что-то. Он всегда вот сдавал скрип какой-то. И с учётом того, что когда я записывался, я не хотел никак вот прикасаться к этому. Вот, я ещё поэтому распечатал и шёл к дивану. Ты решил шуршать бумагой? Ну, нет, ну, у меня так аккуратненько лежал, и я записывался. Ты когда сказал, я записывался в диване, и я подумал, что ты, знаешь, место там для постельного белья, там вот для этого всего, например, туда залезал. Открывал диван. И записывался там. Закрывался, и там внутри. Привет, я забрал в армию. И ты когда-нибудь в комнату заходишь из родителей такой, а... А, Гоша видео делает. Суярсно, надо было отдавать в лагерь. Ты сейчас ещё когда про стол сказал, я вспомнил, что у тебя был прикол, когда мы там в Асирисе ходили, играли-играли, и начиналась какая-нибудь потниловка, и ты такой, ну, ща я в киберспортивную позу ноги со стола сниму, сяду. Это, 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 кстати, до сих пор... Чел играл просто на челах. Это до сих пор рабочая схема, если что. Киберспортивная поза... Как спина. ...помогает спина, у меня очень плохо. Ой, ты что? Это не шутка. Просто ужас. Ну, не будем о грустном. Ну, если всё же... Почему не будем о грустном? Вот у меня следующая как раз тема о том, что вы из проекта ушли в конце 16-го года. А сколько в игре вообще ещё играли, не играли? Встретили сиквел как? Я играл во всё. Я покупал каждую часть, каждый сезон, каждое дополнение, играл во всё. С переменным успехом. Но Destiny 2 я встретил... Я специально для неё собрал компьютер. Ты сразу на ПК начинал? Да. Тиммейты мы сразу собрали ПК. Подожди, она сразу на компьютер вышла? Да. Нет, она там, по-моему, разные даты релиза были, но... Может быть, да. Я помню, потому что я помню, что мы играли на PlayStation сначала, а потом на Клпе. Ну, может быть, да. Но я имею в виду, что я к релизу её на ПК собрал ПК специально под ней, и как только она вышла, я перебрался с консолей на ПК. Это во многом тоже повлияло на то, что были проблемы, так как изначально не было ни кросс... Ну, кросс-сейф, по-моему, был кросс-плей, и не было. Это очень сильно повлияло... На команду? Очень сильно повлияло на то, с кем ты можешь пойти в рейд, и вообще можешь ли ты пойти в рейд, потому что часть перешла на ПК, часть перешла, и от этого очень большая проблема была. Но Левиафана мы закрывали, по-моему, много раз и эффективно, но потом возникла проблема. Какие у тебя первые впечатления от Левиафана были? Мне понравился. Левиафан был прикольный, было тоже очень много шуток подобных, как мы только что на видео наблюдали. Блин, я просто помню, что когда я Калуса увидел первый раз, и меня прям дико это почему-то расстроило, и почему-то не взбесило. Я думаю, типа, блин, у нас был King's Fall, вот эта вот гортескная такая мрачность, и здесь вот это всё фиолетово-золотое, и мне прям... Ну да, это вайп в начале Destiny 2. Там всё такое было, поэтому там и до Калуса так же было. Это в целом я согласен. Действительно и такой. А ты, Гош, когда перестал, получается, играть в игру? Слушай, мне тяжело сказать, возможно, Артур лучше скажешь, потому что я играл с ним постоянно. Мне кажется, ты перестал играть в игру после... После Forsaken. Что-то вот Forsaken точно играл. После рейда в этом. О, это Forsaken. В Горде Грёс. Да, как рейд развивался, я забыл. Среднее желание. Потому что, я не знаю, вы режете это или нет, но произошла следующая ситуация. Мы зашли на Day One рейда. Последнее желание. И с нами был Коля, и он был в жёстком андергире. Вот прям в жёстком. А тогда многие, кстати, в андергире. Я ему всю неделю говорил, или сколько там, типа, тебе надо качаться. Он в итоге, как всегда, ничего не сделал. Был в андергире. Мы зашли, у нас ничего не получалось. Ну, то есть, урона не хватало. Я говорил, ну, всё, надо докачиваться. И всё. Но он очень хотел продолжать. Мы продолжали. И они там с Гошей на какой-то почве поругались. И рейд развалился. И, по-моему, после этого рейда Гоша не играл. Если я не ошибаюсь. Возможно. Возможно. Это похоже на правду. Потому что Коля точно сильно упирался. У меня это, типа, бомбило. Просто смысла в этом не было. Я очень не хотел... Да, там было что-то на уровне, что, ну, это просто бессмысленно даже пробовать. Мы не можем, там, дефолтных мобов убить. И, типа, все это поняли. Не понял один... А, на самом деле, такая же история была. Дело было не только в Коле. Все были в андергире. Просто он был в Польше в андергире. Но не хватало всем. Да. Поэтому. Нет, там даже было не в том, что он, да, там реально, походу, все были. Все это поняли. Все это поняли. А он говорил, нет, мы ебашим дальше. Вот. Ну, возможно, после этого, но там, ну, как бы это не ключевой момент. Это не причина, а, да, это просто момент, после которого, скорее всего, ты перестал там... Активно заходить. Да, просто, ну, на самом деле, там как-то стало достаточно скучновато. Редбью скинов. И там случился... Блин, Forsaken — крутое дополнение было. На самом деле, там было много и эндгейм-контента. Forsaken — еще неплохое было. Я вот недавно на канале вспоминал об этом как раз. Просто я пытаюсь... Ну, по-моему, следующий рейд я уже... Я уже не играл. Вот. Потому что... Чё-то там уже какая-то пошла тема. Ну, опять-то, это еще комьюнити, что там вышло дополнение, я решил посмотреть, что там вышло. Опять начали говорить, что следующее дополнение, там очень мало контента. И у меня такое уже какое-то... Ну, перегорел. Как-то я очень устал. То есть и так как-то не суперинтересно. Но ничего такого сверхъестественного нет. Вот этот новый режим между людьми и ботами. Я забыл уже как называется. Где-то все лежит. Гамбит. Ну, мы его играли-играли там максимально, что-то можно было выбить. Выбили. Но мне он не так сильно на самом деле нравился. А Асирис тогда еще я помню. Ничего не изменилось. Но я помню просто, что когда вернули Асирис, по-моему, он, типа, никак ничем не отличался от того, что было в Destiny 2. Да, они вернули тот же самый. Да, да, да. При том, что говорили, что он будет новый какой-то. Не учитывая баланс в Destiny 2. Он какой-то будет новый, переработанный. Выпустили Асирис, он оказался тот же самый. И я такой, все. I'm done. И с того момента я, на самом деле, не заходил в игру. Самая смешная история на самом... Ну, я не знаю, опять же, что-таки выражаешь или нет. У нас есть друг с Тимуром, с Тихоном, Паша. Но вы его не знаете. Фишка в чем? Вот это та история, когда чувак вообще не играл в Destiny. Ни в первую, ни в вторую. И вот как раз загорелся. И начал играть. И начал нам писать. Чуваки, вообще такая игра. Да тут вообще все есть. И скидал с корены. И вот я там выбил экзот. И кидают какой-то экзот, который очередной. То есть выпустили в Destiny 2 и в Destiny 1. И мы как один. То есть никто с ним не хочет идти играть. Но у него была компания, поэтому все было нормально. Но мы ему говорили, чувак, все, лишь вопрос времени. Как бы наслаждайся. Мы очень рады, что тебе нравится. Но потом... Он без нас. Да, в итоге сейчас он уже включен. А все, это Destiny. Она уже... Одно и то же. Это типичный цикл игрока в Destiny. Да, это реально типичный цикл игрока. Пришел классно топ игра, потом полный круг. Это реально так, потому что я даже на тот момент как бы, ну, такой белой завистью завидовал. Потому что... Ну, игра крутая и крути. Но просто у меня уже настолько переизбыток ее был. Я даже не хотел заходить. Даже все равно. А я понимаю, что у него это все в новинку. И даже там с тем, как там весь баланс этот сейчас сделан, он все равно играл. Это вообще... И ты как бы просто смотришь на чувака и думаешь, она разобьет тебе жизнь. Но, конечно, положительные чапки всей Destiny перекрывают. Назовем видео, хороним Destiny. И такие три чувака налевали. Пацаны сидят. Да. Да, экскертер. Блин, отличная обложка вообще. После, в общем-то, Triple Vipe у вас когда-то были мысли заняться каким-то производством контента? Или где-то, может быть, навыки пригождались? Или, может, час создавали что-то? Не знаю, записывали? Или, типа, просто есть опыт, галочку поставили, такие было прикольно и пошли дальше? Второй вариант, наверное, у меня больше. То есть я бы не сказал, что я где-то... Ну, блин, создание контента — это очень широкое понятие. То есть в какой-то мере, может быть, создавал, но ничего, как-то, проект какой-то нет. Ну, не авторский, да? То есть, да. Вот, ничего такого не было. Я вам повостребил на Твиче, набрал своих, там, 50 подписчиков, сделал себе такой мини-партнерку, чтобы у меня был этот... Чтобы я мог посылать везде, где захочу, свой смайлик со своим псом. Ну, конечно. Вот. И, кстати, мне... Ну, меня смотрели друзья. Ну, то есть это... Ну, я не знаю, это не Сезон, на самом деле. Я как-то просто прикольно стримил, потому что у меня есть карта захвата. Потому что могу. Да. Которую я получил благодаря нашему детище на тот момент. Кстати, фанфак. Я на первую свою работу приходил, я в резюме, в дополнение о себе написал, что, как бы, вел канал на Ютьюбе. Ну... И меня на интернью даже спросили. И это нормальная тема, кстати, была, потому что я объяснил... Нормальная. Я работу получил благодаря, собственно, тому, что... Ну, благодаря каналу. Ну, как бы, я просто поступал на техподдержку... Поступал. Я устраивался на техподдержку в провайдера. Но я, как бы, говорил, что тем самым я научился разговаривать, поэтому это эффективный навык, который мне пригодится. Но я действительно, то есть... Не знаю. Ну, в общем, не считаю, что это... Ну, сейчас уже у меня это в резюме. Но на тот момент нормальная тема. Если мне понадобится в резюме написать, что я вел канал на Ютьюбе, я могу указать твой номер телефона как рекомендацию? Рекомендацию? Да. Я не знаю, какой из номеров телефона бездомной собаки ты укажешь. Но в целом, да. Да. Без проблем. Нашел. Договорились. Ещё у меня есть несколько коротких вопросов, таких типа Блиц, чтобы тоже не затягивать. Но если будет что рассказать, опять же, никаких ограничений у нас с вами нет. Зур или Ксур? Зур. Ксур. Дестини 1 или Дестини 2? Дестини 1. Дестини 1. Кто удивлён? Вообще. Никто не удивлён. А почему Ваня не отвечает на вопросы или отвечает? Окей. Отвечаю. Тоже Ксур, потому что роднее. А по Зуру я не делал ни одного видео, а по Ксуру делал. Дестини 2. Из-за вайба Дестини 1, из-за контента Дестини 2. Прилюбил, справедливо. Асирис или Гамбит? Асирис. Асирис. Блин, когда выпустили Гамбит, все говорили, что это больше похоже на состязательный какой-то режим, чем Асирис. И когда потом релизнули во второй части Асирис, все такие, блин, вы бы лучше Гамбит развивали, доводили до ума, чем типа вот этот вот полу-выпеченный Асирис приносить. Не могу согласиться. Я тогда, когда такие разговоры были супер, был не согласен, сейчас не согласен. Всё, что добавляет каких-то баттлов, это не соревновательно, наоборот. Асирис, ты только против людей играешь. Ну, ладно, в Дестини про соревновательность это вообще такая вещь. Элементарно герчевно. Но там определенные чуваки тебе пояснят за соревновательность. С другой стороны. К ним лучше подходить. У меня есть один простой пример. Тактику для Асириса мы выпускали, а тактику для Гамбита что-то я у тебя, Ваня, на канале не видел. Я что-то как будто бы пытался, но какая там тактика? Там типа любая мета меняется, и все просто Гамбитника заваливают, типа ну, каким-нибудь с поломанной анархией или ещё чем-нибудь. Ну, какая соревновательность такая, да, тогда, да, в этом у меня серии. Дальше у меня вопрос про самые яркие воспоминания и моменты из игры, но мы вроде как бы обсудили, не знаю. Мы их обсудили, а мы их посмотрели. Посмотрели. Самые яркие моменты это риды, всегда. Да, то есть мы вот всё, что делали условное видео, делали канал, вот это всё, оно всё было как-то прямой линией, сплошной. А рейды, они всегда очень сильно выделялись эмоционально. Выделялись. Мы прям готовили. Мы же работали параллельно, мы отпуска брали для того, чтобы в рейд ходить там в сезон, покачаться и вот это всё. То есть это прям такой праздник был. А всё остальное, это такая была монотонность, объяснение, что и как работает, ну, для тех, кто не может смотреть английские источники. А Sparrow Racing League или рыбалка? Sparrow Racing League. Что за рыбалка? Гоша, в Destiny 2 появилась рыбалка. Да. Понимаешь, я не люблю Sparrow Racing League. Ну, твой ответ рыбалка. Но рыбалка тоже звучит как не очень. Потому что Sparrow Racing League не любишь. Потому что я на ней проигрывал постоянно, ну, типа, гонки тупые. Тупой режим, понятно. Тупой режим, я реально говорил, потому что меня ещё все подрезали. Как всегда там была тема, что я там ехал первым, и в конце меня просто бортует, и я взрываюсь. Меня бомбило ужасно, поэтому я не любил Sparrow Racing League. Я там всегда был плох. Гоша поэтому уже Destiny не любит, потому что он там всегда был плох. Ну ладно, что ты совсем душишь-то? Артур что-то там добавить хотел, когда сейчас пролюбил. А, я хотел сказать, Гоша, чтобы ты понимал, я примерно неделю назад 24 часа примерно провёл в Destiny, просто для того, чтобы порыбачить. Ты типа на экзот эти рыбы рыбачил? Да, да. Чтобы Гоша понимал, да, чтобы тебе выбить экзот пушку, тебе нужно поймать по одной экзотической рыбе на трёх разных планетах. И, то есть, ты стоишь и рыбачишь. Прекрасно. Ну, условно, но да. Обычная механика рыбалки, да. Понятно. Тогда скоро выручим пик. А что должно случиться, чтобы Exigas и Spinogry стали делать контент? Это слишком сложный вопрос для Блица. Да, Станин. Да. Не знаю, сильно играла должна понравиться. Чтоб хотел с ней играть. У меня есть хорошая шутка. Давай не вырежь. Ну, давай попробуй. Вернуть пароль от канала. Блин. А если вернул, что там видео появится? Начнётся контент, да, попрёт просто. Такой ебальник Артура такой, ёб твою мать, куда я жалую? Как тут там запись остановить? Ну и финальный вопрос. Игра умирает? Да. Надеюсь, что нет. Гоша сказал да, но в игру не играет. Да. Игра умирает, но на последнее вздохание я, может, смотрю. А почему, Артур, надеешься, что нет? То есть есть предпосылки всё же? Ну, я не знаю, да, предпосылки есть. Если бы они были очевидны, то, мне кажется, Bungie бы её уже закрывала, но они всеми способами дают понять, что Final Shape, да, последний дел связывается, о котором нам известно, что оно не последнее. и что они будут продолжать. Но для чего это делать, если она умирает? Ну, то есть противоречия происходят. Да, логика не прослеживается в этом. Поэтому я надеюсь, что нет. И я надеюсь, что они выйдут всё-таки на нормальный путь и тренд вверх, потому что у них уже были такие периоды, но потом что-то почему-то всегда идёт не так. И они делают очень какие-то спортные решения, как, например, убрать прокачку лайта совсем. Ну, типа Power сейчас, условно. В игре, которую вы, наконец, начали называть RPG, вы убираете прокачку уровней. Упрощаете. А как там сейчас происходит? Там сейчас никак не происходит. У тебя сейчас всегда он один, и ты прокачиваешь только артефакт каждый сезон. И всё. То есть у тебя... Ну, у тебя, да, лежит в инвентаре артефакт. Кап не растёт с каждым сезоном. Который ты заливаешь экспой, и всё. Типа, да. Всё. Ну, то есть это очень странная... Опять же, логика тут... Без комментариев. Логика тут тоже не прослеживается. А опять реиграбельность, чтобы прокачать только артефакт, и всё? Просто лут. Да, лут. Просто дрочишь лут. Просто это... Потому что это лутер-шутер, ты дрочишь лут. Статы на нём. Типа, пьют это вот всё. Ну, перки, имеешь в виду. Ну, и статы на броне. Там, например, броню какую-нибудь себе... Ну, я понял. В этом нет никакого смысла. Я надеюсь, они уйдут от этого... Не надеюсь, что они уйдут от этого в файл-шейпе, но надеюсь, что после него они поменяют направление. И я бы хотел увидеть это больше как RPG. То есть вот прям условно World of Warcraft, но в мире банджи. Чтобы была прокачка, было большое количество лута там, пушек и вот это всё. Пусть они вернут всё, что было. Так мне кажется, они это делают, потому что меньше людей играет. И, значит, чтобы люди возвращались и хоть какое-то время тратили в игре, да. А они просто... Ну, мне кажется, оно... Обратный эффект имеется. Ещё хуже-то имя ещё. Да. Возможно. Ну да, чуваки, типа, упираются быстро в этот кап и такие, ну а дальше-то чё? Ну вот такие подпевастники, как я, могут зайти. И такие, да я тут всё, да я в вашем возрасте КМС получил, а потом как бы, ну, жизнь наступила, и я уже не... Ушёл на пике. Ушёл на пике. На пику. Ушёл. Ну и вот, собственно, надеюсь, что она не умирает по той причине, потому что я видел, какая игра может быть, и я хочу, чтобы она улучшалась, потому что мне нравится в ней играть, нравится проводить время с друзьями в ней. А, значит, вот друзья, значит, тебя там. Ну я понял, хорошо. С друзьями. Ну а друзья там не играют. Я поэтому тоже не играю. Друзья, поиграйте с Артуром. Поиграйте, пожалуйста. Мой номер. Плюс семь. Он высвечится вот здесь. Да. Вот здесь. 22 августа Банжи, в общем, проведут презентацию последнего дополнения, как мы сейчас обсудили. Но они говорят, это последнее дополнение саги о Свете и Тьме. То есть это не финал франшизы, но финал истории, которую они начинали вместе с нами в 2014 году. И мне кажется, было бы здорово, если бы мы собрались как-нибудь, может, после выхода дополнения, после финал шейпа. Но он ориентировочно в следующем году выйдет. Там, в начале, наверное. Посмотрим, что объявят. Может, провели бы стрим такой, реюнион для сообщества. Большую роль все равно сыграли так в его росте, в становлении. Что скажете? Я не против, но нас там уже никто не знает. Зовите, напомним. Не, я только за. Ну, у меня нету этих какого-то нормальных персонажей. Ну, ладно, вы еще зайдите. Посмотрим. Леша, еще раз говорю, капа лайта больше не существует. Ты просто заходишь, и все. Существует, он не растет. Ты просто, ну, почти. То есть тебе там надо три ПВП-матча отыграть, и ты капа достигнешь. Хорошо, договорились. Все, там специально для тебя, чтобы ты пришел на стрим, банджи, вот такие изменения ввели. Очень хотели. Сеню, сеню. Сеню. В общем, спасибо, что пришли, ребят. Был безумно рад вас услышать. Много чего вспомнили, чего я сам забыл. Думаю, что будет приятно нас слышать, зрителям. Мы много наговорили. Посмотрим, сколько из этого, как там все войдет. Не знаю, как ты видос делаешь. Не хочется много вырезать, потому что много крутого, крутых моментов вспоминали. И взаимно. Спасибо еще раз. Спасибо, что позвал. Было приятно. Подписывайтесь на канал. Если получится брать пять лайков, будет круто. Ну, это совсем старая мема. До связи! Я очень удивляюсь. До связи! Давайте, пока. Я был безумно рад услышаться с ребятами спустя столько лет именно здесь, на канале. Надеюсь, и тех из вас, кто помнил начало этого канала, также порадовал наш внезапный, как профилактика на серверах Destiny, коллаб. Вот тут, уже на монтаже, я понял, что мы не обсудили, на самом деле, причины ухода ребят. Словно разговор был не об этом, да и мы просто заболтались так, как будто бы и не было этих всех прошедших лет. Но, чтобы рассказ уж получался полным, добавлю, что мы разошлись, потому что канал стал отнимать все больше и больше времени и сил, и не все из нас были на это готовы. Но, со слов ребят, уже после записи, никто, конечно, не жалеет о потраченном времени, все же мы познакомились друг с другом и многими другими классными людьми благодаря именно нашей деятельности общей. Кстати, наболтали мы на почти полтора часа, полная версия подкаста будет лежать у меня в Телеграме, но ссылку вы найдете, конечно же, в описании. Чего только за эти годы не было, сколько людей вокруг, сколько тем для обсуждения, сколько хейта, сколько респектов, сколько бессонных ночей и литров энергетиков, сколько текстов к видео писалось по пути на работу и с работы, в метро, в самолете, во время работы, во время обедов, сколько я научился за эти годы. Ощущается эти 8 лет и правда как бесконечность, вроде и долгая, вроде и пролетевшая, как одна неделя насыщенная. И несмотря на то, что в последние месяцы канал просел по числу подписчиков, я все же доволен очень тем, как сейчас получается вести канал. Мне нравится своя вовлеченность в процесс, нравится отклик зрителя, нравится новый, более комплексный подход. Это удивительно, потому что еще полгода назад я был почти уверен в том, что буду просто болезненно бросать производство видео, потому что уже довольно четко тогда ощущал усталость от Дестини. А представить, что я смогу как-то проанализировав ситуацию и свои желания и возможности снова получать удовольствие от процесса, я просто и не мог. Меня ничего так не мотивирует, как ваши слова поддержки, ваша заинтересованность во мне даже за пределами Дестини. Я крайне благодарен комментариям, в которых вы говорите, что смотрели меня много лет, за это время уже может быть даже бросили игру, но все равно оставались где-то рядом. Это очень меня трогает. Ну а тем из вас, кто подписывается на мою страницу Бусти и поддерживает меня еще и финансово, я бесконечно благодарен. Это буквально позволяет мне выделять время на работу над каналом. Ну и еще один небольшой анонс в финале видео. На этой неделе, вот со дня на день, еще чуть-чуть проверить кое-что нужно, я планирую запустить разговорный стрим впервые за полтора года. Ссылка на трансляцию будет опубликована в моем телеграм-канале. Залетайте пообщаться, задать вопросы, поздравить. Ну и просто классно провести время, я надеюсь. Буду рад увидеть каждого из вас. На этом у меня все. Пока. Хорошая работа, ребята. Подумай. Гаша, может это, ты себе работу в озвучке где-нибудь найдешь?